Что такое налоговые вычеты, кто их может получить? Как вернуть себе 13% от расходов на лечение, обучение и покупку жилья? Узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Дмитрий Мартынов. Дмитрий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас в студии. Расскажите, пожалуйста, что такое налоговые вычеты, кто их может получить? Начну с того, что сейчас у нас стартовала декорационная компания очередная, она стартует каждый год и проходит каждый год. И до 30 апреля вот этого года граждане, которые получили доход, например, от продажи недвижимости или иного имущества, вот сдачи в наем квартиры или сдачи в аренду иного имущества, каких-то представительских услуг от выигрышей, они обязаны подать декорацию. В своем случае налог к выплате можно уменьшить на налоговые вычеты. Они бывают стандартные, как правило, их удерживает налоговый агент, ну работодатель при выплате на заработные платы. Это социальные и имущественные. Ну, предприниматели есть профессиональные налоговые вычеты, они уменьшают свою налоговую базу на свои профессиональные расходы. Так вот, к социальным налоговым вычетам относятся расходы на дорогостоящие лечения, согласно перечню учрежденному правительством, на просто лечение в пределах 120 тысяч рублей, на обучение себя, своих брата-сестры, полочной форме обучения, если они не достигли 24 лет своих детей, подопечных, опять же, полочной форме обучения, если они не достигли 24 лет на благотворительность, тоже называется социальный налоговый вычет. И есть имущественные налоговые вычеты, они связаны, как правило, с приобретением живых помещений, в пределах 2 миллионов рублей предоставляются на расходы по выплате займов и кредитов, которые получены на покупку данных живых помещений в пределах 3 миллионов, а также так называемые вычеты с продажи данного имущества, которые, если гражданин владел им менее минимального срока владения, то есть это 3 или 5 лет, в зависимости от даты приобретения, он может уменьшить при продаже недвижимого имущества в пределах миллиона рублей, налоговый вычет получить, либо уменьшить свои доходы на сумму понесенных расходов при покупке данного помещения. Если это иное имущество, движимое какое-то, то эта сумма уменьшается до 250 тысяч рублей, либо также уменьшить на расходы, которые он понес при покупке данного движимого имущества. Декларацию тех, кто обязан подать, как я уже сказал, они обязаны подать до 30 апреля этого года, а если нет обязанности, если гражданин просто желает реализовать свое право на налоговый вычет, он не обязан в праве подать в любое время, непосредственно принести в инспекцию по почте через личный кабинет плательщика, либо по так называемым телекоменциационным каналам связи. Опять же, скачать программу для заполнения декларации можно на сайте Федеральной налоговой службы. То есть он сам самостоятельно заполняет, а если не может, например, по каким-то причинам, можем прийти в налоговую службу и специалист поможет? Мы поможем, конечно, проконсультировать. Мы не можем заполнять за человека декларацию, потому что все-таки ответственность, он же подписывается здесь за достоверность тех сведений, которые он указал, за достоверность тех документов, которые он прилагает в декларацию. Потому что, допустим, при реализации вычета на имущество, на покупку жилья, он должен представить и средство о регистрации права собственности, о договорах, акт приема и передачи имущества. Соответственно, когда речь идет о кредите, займе, тогда и подтверждение уплаты процентов по кредиту, кредитный договор и так далее. Это то есть на покупку жилья, да? Да, на покупку жилья. То есть эти документы, соответственно, должны быть достоверны, и те данные в декларацию, они должны быть достоверны. Поэтому он подписывает, соответственно, заполняет он. Мы, как бы так, консультируем, да, при способах заполнения представления декларации, ну и разъясняем, скажем так, нового законодательства. А какие еще должны документы предоставляться? Два НДФЛ, наверное, да, или нет? Ну, если два НДФЛ его работодатель, новый агент предоставляет, новый орган, он сейчас в праве не предоставляет. Да, даже так. Ну вот. А подтверждать налоговый вычет, он, соответственно, должен быть первичными документами. Ну, в зависимости от лечения, да, или приобретения документов. Это, соответственно, оказательство принесения расходов и рецептурные документы на лечение и приобретение рекордов. Обучение – это, опять же, договор, лицензия. А там есть какой-то, я не знаю, лимит, да? Допустим, если это с квартиры 2 миллиона, да, вычитается, вне зависимости от того, сколько стоит квартира, то на обучение? Это должно быть до 24 лет и очная форма обучения. Да, вот 13% от покупки жилья в течение какого времени можно сдать? Или там безвременно? Ну, по общим правилам возврата налога, налог возвращается в течение трех лет с момента влаты налога. Соответственно, в этот период платильщик должен наложиться, то есть реализовать свое право на представление декларации, получение вычета и написать заявление. После проведения проверки, когда проведет камеральная проверка декларации, это три месяца с момента сдачи декларации, с этого момента он может подать заявление на возврат, и в течение месяца ему будет налог возвращен. То есть действительно подтвердится право платильщика на возврат налога. Там есть 13% от покупки жилья, а есть еще возраст процентов, да? Вот я не сильна в налоговой, так скажем, сфере, Дмитрий Леонидович. Ну, значит, имущественный налоговый вычет предоставляется на расходы по приобретению жилья непосредственно, а также на расходы по уплате процентов по кредитным займам, которые получены на приобретение вот этого жилья. Вот. А пределы 2 миллиона и 3 миллиона, соответственно. Вот. И то, и то. Это тоже называется налоговый вычет. А много таких деклараций сдают наши граждане? И чаще всего на что? Наверное, на покупку жилья, да? Ну, здесь, ну, наверное, да. Самый популярный вычет, если не исключая стандартный, это, наверное, приобретение живого помещения. Тем более, что действуют льготные программы по ипотеке, вот, с какого округа. Ну, город, наверное, больше строится. Поэтому, да, достаточно популярно. А на обучение тоже. А на лечение, то есть это я один раз в жизни имею право сделать или хоть каждый год? Нет. Вот имущественный вычет предоставляется один раз в жизни, но так называемый неиспользованный остаток, да, 2 и 3 миллиона, соответственно, если остается, его нужно переносить на следующие годы и доиспользовать, скажем так, да, в следующий раз, когда приобретется, как приобретите другое живое помещение. А социальные налоговые вычеты, они, нет такого ограничения, как один раз в жизни. Давайте еще раз напомню нашим гражданам, кто сейчас должен отчитаться перед налоговой, чтобы не получить письма счастья. Ну, еще раз, значит, те, кто обязан, это те, кто продали имущество, которое находилось в уводении, там, менее трех или пяти лет, в зависимости от даты приобретения, а те, кто сдает в наем жилое помещение, например, или в аренду другое какое-то имущество, оказывал услуги платные, например, представительские, да, или получил выигрыш. Вот это тот самый, наверное, сопоставленный перечень, который, ну, в соответствии с которым должны предоставить декорацию до 30 апреля этого года. А вот есть какие-то налоговые льготы для категории граждан? Ну, если говорить о имущественных налогах, которые уплачиваются до 1 декабря года, следующего за отчетным, это налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог. Есть льготы, которые установлены на налоговом кодексе федеральным законодателем, да, от, например, инвалидов первой и второй группы, участников боевых действий, тиранной Великой Отечественной войны. И второе, это так как это налоги, ну, транспортный налог региональный, а земельный и имущество налогов на физлиц, налоги местные, то есть органы региональной власти и органы местного самоуправления на своей территории, вводя налог, могут устанавливать дополнительные льготы. На сайте ФНС есть соответствующая вкладка льготы по имущественным налогам, и там уже в зависимости от той территории, где платежий проживает, он может узнать, какие льготы существуют на той территории, где у него находится объект имущества, точнее так. Вот, а соответственно, органы местного самоуправления должны извещать налоговые органы о принятых нормативных актах о введении налога на своей территории и в восстановлении льгот, либо, наоборот, об отмене льгот, для того, чтобы мы, соответственно, могли на сайте ФНС размещать вот эту вот вообще доступную информацию. Налог на имущество ведь в прошлом году значительно подорожал, так скажем, да? Сколько сейчас он в среднем составе? Ну, под раньше он не сам налог на имущество, наверное, а долговая база изменилась. Раньше она, раньше это была инвентаризационная стоимость имущества, да, то есть, ну, грубо говоря, остаточная, то есть, за, которая зависела от износа помещения, да, срока его. А сейчас эта налоговая база является для налоговой имущества вещества, это катастроевая стоимость, то есть, стоимость, которая установлена на основании катастроевой оценки. То есть, если жилье стоит 3 миллиона, да? И внесена, ну, соответственно, введенный госрегистр недвижимости. Здесь у кого-то она может быть в зависимости от помещения, она может быть больше инвентаризационной стоимости, а может быть и меньше инвентаризационной стоимости. Есть и такие случаи. Поэтому кто-то получил как-то новое уведомление, сумма оплаты может больше, чем раньше, кто-то меньше, чем раньше. Вот, ну, здесь регионы, они переходили постепенно на исчисление вот от такой налоговой базы. Нинецкий округ перешел, скажем так, в 2018 году исчислялся за 2017 год, кто какой-то регион раньше, какой-то регион позже. Вот, постепенно, я думаю, что все регионы рассектироваться, перейдут на это. Ну, здесь существует также, во-первых, идет постепенный переход, то есть берется в расчет не полная кадастровая стоимость, да, а с каждым годом она, ну, все больше и больше и больше. Вот, плюс существует льгот и налоговые вычеты по данному налогу, поэтому я думаю, что кто-то ощутил. А налог на землю, он тоже устанавливается как-то самостоятельно регионами, да, и муниципальными образованиями? Устанавливается муниципально, вводится на территории муниципального образования, и, соответственно, муниципальное образование правило отменить, ну, ввести, либо потом отменить какие-то льготы. И полностью зачисляется в доход местных бюджетов. Понятно. А самый низкий, вот в каком муниципальном образовании налог? Самый низкий. Ну, вот она... Так не помните, да, наверное, скидка. Да, я не скажу, да. Здесь надо смотреть. Ну, у нас, наверное, налог на землю лояльный в муниципальных образованиях, да, насколько я знаю? Ну, мы, скажем так, мы не получали жалоб, наверное, на величину или там на сумму куплати, да, на сумму куплати какую-то или на величину ставки налога, вот, потому что ведь, ну, и налоговые органы их не восстанавливают, да, мы только администрируем и контролируем правильное счисление уплаты, поэтому... Дмитрий Валентинович, если так получилось, что налоговую декларацию не сдали, да, сколько штрафа составляет? Ну, штраф, вот, не менее 1000 рублей, а он зависит от, если сумма кратная, то зависит от той суммы, которая указана в декларации, ну, куплати, да, вот, это от 10 до 30 процентов, в зависимости от той суммы, которая получена. Ну, не меньше 1000, да? Ну, минимальный штраф, да, существует. Так что надо сдавать до 30 апреля? Да, ну, для того, чтобы не доводить до, скажем так, до процедуры привлечения, да, то есть это же, ну, составит акт, дать платежку временное возражение, вынести решение, вот, не, опять же, и расходы на администрирование этого штрафа, на воскресенье этого штрафа. Поэтому, конечно, я думаю, сейчас проще просто сдать, тем более способов для заполнения, для сдачи, они достаточно сейчас много. А как наши граждане ответственно подходят вот к этим декларациям? Ну, работа по привлечению к декларированию, она начинается, наверное, с начала каждого года, да, то есть мы, задача это выявить, во-первых, тех, кто получил доход, да, по данным от налоговых агентов, от, из вообще доступных источников, да, провести вот такую информационную кампанию, строительство массовой информации в интернете, для того, чтобы потом меньше, говорю, чтобы тратить на администрирование, на воскресенье штрафов. Поэтому, я думаю, что большая часть обязанных платильщиков, она, как правило, ответственно относится к этому и... Ну, это радует. Да, и представляет декларацию. Дмитрий Валютийович, расскажите о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации администрируемых в ФНС, Россий доходов. Сколько они составили? Ну, за прошлый год от платильщиков, которые непосредственно администрируют инспекцию, то есть это те, кто не входит, не является участником, да, консолидированной группы, не относят к категории крупнейших, поступило, так, в федеральный бюджет поступило более 9 миллиардов рублей, в бюджет региона более 10 миллиардов рублей, и в местный бюджет это более 1,3 миллиарда рублей. А для, так, только от реализации соглашения о разделе продукции, да, поступило в виде роялти и налога на прибыль, даже не считая доходов от раздела непосредственно продукции в виде углеводородного сырья, а также более 1,3 миллиарда рублей в бюджет округа. И, вот для примера, поступление в федеральный бюджет, они составили более чем, увеличились более чем на 38%, да, вот платильщиков, которые администрируют инспекции. По сравнению с прошлым годом? По сравнению, да, с 2017 годом, в региональный на 7% и местный бюджет на 8%. А с чем это связано? Ну, здесь ряд объективных есть причин, да, макроэкономические показатели, в течение года мы видим, да, что менялась цена на нефть, потому что, ну, что скрывать, бюджет в основном получает и федеральный, и региональный, учитывая соглашение о разделе продукции, доходная часть его состоит в большей степени от нефтяных компаний и компаний, которая является инвестором по соглашению о разделе продукции. Вот, а у нее, в частности, увеличился и объем добычи, менялась, как я сказал, цена на нефть, а курс доллара также сыграл здесь положительный уровень. А что касается, если не брать доходов, нефтяных доходов, то 50% бюджета региона составил, более 50%, да, составил налог на имущество организации, которое полностью зачисляется, бюджет региона. Здесь сыграло расширение налогового базы, то есть ввод новых объектов имущества в эксплуатацию, отмена ряда льгот федеральным законодателям. Ну и тот фактор, наверное, который зависит от нас, от совместной работы с органами власти, органами местного самоправления, это сокращение задолженности, а на чем мы позднее остановимся, во все уровни бюджетов, и поступление от нашей контрольной работы, это по результатам камеральных, выездных, налоговых проверок, это также тоже сыграло свой положительный эффект, наверное, от этих показателей, от этих факторов и зависело от поступления. А куда эти средства направляются государством? Как раз на выплату пенсии, да, получается? Ну, что касается выплаты пенсии, это уже взносы на внебюджетные фонды, да, то есть социального пенсионного страхования, да, медицинское страхование, то есть мы уже второй год вновь, скажем так, администрируем вот эти вот взносы, администрируем и взыскиваем задолженность здесь, показать, здесь поступления у нас также увеличились, составили более 4 миллиардов рублей на 5% больше, чем за 2017 год. А здесь служба, когда передавала нам вновь, да, вот эти вот администрируемые взносы, здесь составилось две такие задачи, это сокращение задолженности, накопленной на состояние на 1 января 2017 года, недопущение роста задолженности, и тем поступления должен опережать тем среднемесячно начисленной заработной платы по региону, оно составляет в регионе в среднем 9%. Так вот, если с первыми двумя задачами, да, в результате совместной работы, в том числе и с органами небюджетных фондов, мы в целом справляемся, то есть надо отметить, что у нас в прошлом году, к концу года, по отношению к началу года, совокупная задолженность у нас сократилась примерно на 38 миллионов рублей, а задолженность во внебюджетном, по взносу во внебюджетного фонда на 58 миллионов рублей. И практически нам удалось ввести к минимуму задолженность муниципальных предприятий и учреждений, за исключением предприятий банкротов, то пока, конечно, тем просто поступлений он не опережает, тем начисленной заработной платы среднемесячной. Здесь на это влияет, конечно, и фактор, опять же, задолженности, потому что не все респонденты, многие респонденты, есть точнее, респонденты статистической отчетности, которые являются должниками, у которых есть задолженность, в том числе и по страховым взносам. Вот эта вот задача, которая остается на следующие годы, я считаю, что с ней в первую очередь, в ее первую очередь надо справляться, достигать вот этих показателей. Вот, что касается задолженности, как я уже отметил, да, нам удалось, ту задачу, которая перед нами осталась, это снизить ее, уровень ее к концу года по отношению к началу. Вот, опять же, совместная работа, да, однако, как мы видим, в течение года, да, были предприятия и организации, в том числе и муниципальные, и государственные, которые имели задолженность. Здесь, на наш взгляд, нужно будет предусматривать, наверное, и органы власти, органы местного самоуправления, это ограничение по получению, опять же, субсидий каких-то грантов, каких-то других, преференции от округа, от государства, так, чтобы наличие задолженности было препятствием к получению вот тех бюджетных каких-то преференций для осуществления своей деятельности. Потому что, на наш взгляд, недопустимо, да, иметь задолженность в то же время получать какие-то дополнительные, да, субсидии, субсидии, гранты, да, из бюджета. А были в прошлом году выявлены нарушения вот налогового законодательства вот при строительстве социально значимых объектов на территории округа? Ну, да, мы видим, что, наверное, задача вот по созданию какой-то... Долгостроев. Долгостроев, да, и создание комфортной среды и обеспечения жильем, она перед органами власти, органами местного управления округа, она стоит, наверное, перед каждым в рамках своей компетенции, да, вокруг строится, но вот те трудности, это и труднодоступность, и отдаленность дорожная, транспортная. Она накладывает свои отпечатки, и те застройщики, приходится ему, наверное, экономить и оптимизировать как-то свои затраты. Вот и в ходе контрольных мероприятий выявлялись случаи, когда оптимизация, да, и экономия, она в том числе касалась и налоговых платежей на, в частности, на таких объектах, как школа в Тельвийске, да, спортзал в Оксино, станция по борьбе с болезнями животных, площадка на территории старого аэропорта, плательщики, которые использовали какие-то агрессивные методы оптимизации, так называемые фирмы-однодневки, анонимные структуры. Конечно, те аналитические, контрольно-аналитические инструменты, они уже нам позволяют и выявлять, и, может быть, даже и пресекать, и эффективно, скажем так, бороться с этими явлениями. И законодатель в последнее время довольно много-таки внес изменений, направленных на борьбу с фирмами-однодневками, то есть исключение недействующих плательщиков, исключение организаций, в отношении которых внесены записи недостоверности, в отношении адреса, руководителя. Однако такие явления все равно остаются. Здесь, опять же, к предыдущему, да, возвращаясь к вопросу, как мы говорили, все эти объекты, они строятся по... Там заказчиками являются либо органы, либо округ, либо органы местного самоуправления, и получают. А застройщик, тот, кто не посредственно осуществляет строительство, он так и начнет с ним расплачиваться из бюджета. Поэтому мы видим, что получая, да, скажем так, по государственному муниципальному контракту из бюджета, платильщик, тем не менее, использует какие-то агрессивные схемы, методы оптимизации, то считаем, что это тоже недопустимо, да, и здесь это тоже нужно учитывать при той выстраивании, наверное, той политики по строительству и обеспечению жильем и ликвидации долгостроев. А вот расскажите, пожалуйста, что такое онлайн-кассы и кто их должен устанавливать, какие ИП? Ну, в этом году до, скажем так, заканчивается последний этап перехода на онлайн-кассы и до 1 июля текущего года, то есть те категории платильщиков, которые... Это последняя категория платильщиков, которая, ну, еще могла работать на обычных кассах, она должна установить, то есть это те организации, предприниматели, которые находятся на НВД или платентной системе без наемных работников, осуществляющие либо оказывающие услуги, волняющие работы, работающие через общепитые торговли, осуществляющие торговлю через автоматы, должны установить онлайн-кассы, то есть это те кассы, которые будут заключить договор с оператором фискальных данных. Суть ее, ну, назначение, это, наверное, ну, не, наверное, а в том, что теперь Федеральная Углосслужба в целях минимизации какой-то администрирования, контрольных своих процедур, она будет, должна, должна будет увидеть всю выручку, все поступления вот этих вот владельцев по НВД. Уж невозможно будет скрыть. Да, невозможно будет утаить и, соответственно, и снизить и административную, ну, цельную, в первую очередь, снизить административную нагрузку на вот этих вот предпринимателей. А в свою очередь они могут получить так называемый тоже налоговый вычет. Да, на приобретение и установку онлайн-касса он не превышает 18 тысяч рублей. Те, кто использует НВД, он может, ну, он может заявить его в декларации, а те, кто использует патентную систему, налоговый вычет, перешел на патент, направить соответствующие заявления. То есть, по статистике, в среднем 18 тысяч, это как раз и охватывает покупку, да, приобретение и установку вот этого вот онлайн-касса. А есть категории, да, и плательщиков, которые освобождены от их использования в принципе ККТ, это в соответствии с законом малоконтрольно-кассовой техники и территорий так называемых муниципальных образований, где, ну, то есть это территории с труднодоступной связью, где интернет. Они вообще освобождены, да? А там, где затрудненный интернет, там они должны использовать вот эти налоги кассы оффлайн, так называемые, так называемые, то есть без подключения к интернету. И труднодоступные территории, где, в принципе, освобождены вот использование контрольно-кассовой техники, они, опять же, должны вот перечнести территорий на сайте органов местного самоуправления находиться. Да, с 1 января 2019 года платильщики вот сельскохозяйственного налогоплатят НДС. Вот можете пояснить, что это такое, да, и что у них меняется? Есть специальный налоговый режим в виде уплаты единого сельхозналога. Он заменяет уплату единых налогов для предприятий, выручка которых в основном связана с оборотом сельскохозяйственной продукции. У нас в округе в основном это работодавающие предприятия и колхозы, и именно родовые общины, которые, ну, заняты в сфере оленеводства. А вопрос, как бы, о плате имя НДС, он шел домой, связан в основном с тем, что они, вот эти предприятия, являются поставщиками для либо крупных игроков на оптовых рынках сельскохозяйственной продукции, либо для торговых сетей, которые находятся на общей системе нового выражения, вот это НДС, и которые для того, чтобы получить, уменьшить свою базу по налогу, добавленную стоимость, входной свой НДС предъявляют к вычету. В связи с тем, им приходилось включать цепочку посредников непосредственно, и это предприятие, да, которое находится на общей системе, чтобы получить вычет по НДС. Сейчас, когда вот эти предприятия, те, кто находится на едином сельхозналоге, они могут, тогда, когда они составляют будут счета фактуры СНДС, и они могут напрямую работать уже вот с этими игроками на рынке, соответственно, год назад, да, когда мы подводили итоги, наверное, за 17-й год, мы говорили также о карте в сфере оборота сельхозпродукции, когда вот эти вот участники оборота вот этого рынка договорились о, скажем, такой честной игре, да, не использовать какие-то агрессивные методы минимизации, оптимизации налоговой, а работать напрямую с поставщиками, у нас тоже в регионе есть подписанты этой харти и участники. Так вот, для того, чтобы наши контрольные аналитические инструменты, вот в частности АСКАН ДС-2, чтобы цепочка, чтобы и нам отслеживать цепочку поставщиков и следить за уплатой налога на добавленную стоимость на всех стадиях, да, и, соответственно, и показать это участникам харти, чтобы цепочка в АСКАН ДС-2 не обрывалась, в том числе и для этого также введен вот это вот переведено, ну, не переведено, да, они теперь будут платить НДС, участники, плательщики единого сельхозналога. 20% да, получается? Да, сейчас основная ставка это 20%. И чеки они будут пробивать с учетом этих... Чеки у нас пробивают от тех, кто торгует в розницу или оказывает услуги, они должны с 1 января перенастроить свои ККТ, да, и на основную ставку НДС 20%. А плательщики единого сельхозналога, те, кто использует этот спецрежим, в связи, точнее, с уплатой, с обязанностью платить НДС, они в то же время имеют право на освобождение от уплаты данного налога и в соответствии со статьей 145-й налоговый кодекс, то есть там порядок и условия обозначены. Это зависит от объема выручки, полученной за соответствующий налоговый период. А эта граница, она постепенно будет с годами увеличиваться, ну, в 19-м, 20-м, 21-м годах. Ну, вот в этой статье, в принципе, все разъяснено. То есть те, у кого выручка не досникнет, вот это вот минимального предела, они имеют право на освобождение. Ну, опять же, это право, да, то есть не все его могут использовать. Кто-то, может быть, для кого-то будет выгоднее, опять же, да, реализовывать продукт с НДС, чтобы он будет, опять же, выставляющий та фактуру с НДС, может быть, более интересен, да, каким-то, говорю, игрокам на вот на этом сельхозрынке или крупным торговым сетям, чтобы напрямую выходить, а не через посредников, чтобы его не отправляли каким-то посредникам. Валентина Валентинович, налоговый кодекс представляет широкие возможности, но ими нужно уметь воспользоваться. Как это сделать, где можно увидеть, посмотреть? Ну, можно непосредственно обратиться в инспекцию в те часы работы, да, то есть тем более, что мы работаем только в рабочие дни, но и в субботы, согласно расписанию, да, оно размещено на входе в инспекцию. А самое, наверное, сейчас доступное, да, и с развитием сети интернета, это сайт Федерального государства, он сейчас единый, да, то есть не как раньше, не у каждого управления, вот, достаточно, на наш взгляд, информативен, то есть есть соответствующая вкладка, страницы. Как я уже сказал, можно в том числе даже скачать программу по заполнению декларации, отправить через личный кабинет, можно скачать мобильный привычный личный кабинет физического лица, вот, получить информацию об льготах, в том числе об льготах на имущественные, по имуществу налогам. Ну, и есть многоканальный единый номер справочный, это 8807 двоек, вот, также... День открытых дверей у вас тоже проходит, да? День открытых дверей, да, они проходят, они приурочены либо в конце года, в ноябре, как правило, к компании по оплате имущественных налогов, да, так что провести его до 1 декабря, и те, кто не получил уведомления, могут его получить, соответственно, задать вопросы и получить ответы на них по исчислению. И в связи с также декорационной компанией, вот, как правило, проходят дни открытых дверей, да, это пятница, как правило, пятница, вот, длинненный рабочий день и суббота выходной. Да, Дмитрий Валентинович, давайте еще раз подытожим, на что простой гражданин может получить вот налоговый вычет? На приобретение жилого помещения и уменьшить, скажем так, доход, да, сумму налогового уплаты в связи с уплатой расходов по кредиту и заме, полученному на приобретение налогового жилого помещения. На лечение, на благотворительную деятельность, это социальный налоговый вычет, и еще социальный налоговый вычет, это на обучение себя, либо по обучению, полученному форме обучения братьев и сестер, либо детей, либо подопечных, если они не достигли 24 лет. Спасибо большое, я думаю, каждый захочет воспользоваться своим правом, посмотрев нашу программу. Имеет право, да. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли, будем ждать вас в гости снова. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью», сегодня у нас в гостях был начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Дмитрий Мартынов. До новых встреч!